Приветствую любители авиации, с вами Варидар и в этом видео мы рассмотрим довольно интересную тему в разделе создания и улучшения аэропортов для X-Plane, а именно добавление наземного трафика в ваш аэропорт. Сейчас мы находимся в аэропорту Владивостока Кневича от команды X-Lite и вы можете заметить, что здесь по перрону ездят всякие различные автомобили, автобусы, топливозаправщики, тягачи и какая-то другая спецтехника. Как же это все дело добавить в ваш аэропорт? Сегодня я вам расскажу, это в принципе не так сложно. Погнали! Итак, первое, что вам нужно будет сделать, это пройти по ссылке, которую я оставлю в описании и скачать плагин GroundTraffic. Он нам как раз и позволит анимировать технику, которую мы хотим добавить в наш аэропорт. После того, как вы его скачаете, идете в папку со сценарием, с которой мы будем работать, в нашем случае это аэропорт Хабаровск-Новый, небольшой моей доработки. И здесь нам необходимо создать папку Plugins. И в нее мы распаковываем тот архив, который вы скачали. Получается такая штука, папка с аэропортом, Plugins, GroundTraffic. После этого мы идем в корневую папку аэропорта и здесь создаем текстовый файл GroundTraffic. Он должен выглядеть вот так же, как у меня, то есть заглавное J и заглавное T. После этого мы можем его открыть и уже приступить, собственно, к его заполнению. Как здесь работать, сейчас все расскажу. Во-первых, в строке ICAO мы пишем ICAO-код нашего аэропорта. Взять его можно либо с карты Jeppesen, либо с карты Taip, либо можно также тыкнуть куда-нибудь в область аэропорта в программе WorldEditor и вбить сюда эти координаты. Особо с ними заморачиваться не стоит. Далее мы можем приступить к созданию маршрутов для спецтехники. Кстати, забыл сказать, что вот такой вот файл рыбу я прикреплю в описании под этим видео с подробным объяснением, что за что здесь отвечает, какая строчка, какой параметр задает. Итак, чтобы начать заполнять, собственно, наш файл, мы пишем ROAD, через пробел потом указываем 4 значения по очереди. Это скорость в километрах в час. Я ее всегда ставлю 25. В принципе, рекомендую вам ставить такую скорость. Можете, конечно, поставить меньше, но больше ставить не советую, так как иначе ваш перрон превратится в какой-нибудь автодром. Все будут гонять на бешеных скоростях, естественно, это не очень реалистично. Второй параметр отвечает за сдвиг offensive. Мы его ставим на 0. И также третий параметр это курс нашего объекта. Чтобы объекты не ездили боком, задом, еще как-то, здесь мы ставим 0. После этого нам нужно указать путь к объекту, который мы хотим использовать. Для этого мы идем в WorldEditor. Здесь, в левом верхнем углу, мы видим две таких папки Local и Library. Первая папка отвечает за все объекты, которые находятся в директории со сценарием. То есть, это, возможно, ваши кастомные объекты, которые вы просто добавили в папку со сценарием. А вторая отвечает за все библиотеки, которые вы установили для симулятора. То есть, если вы хотите использовать какой-нибудь кастомный объект, который вы создали сами, то, скорее всего, он у вас будет лежать вот здесь вот в папке Local. Если же вы хотите взять какой-нибудь библиотечный объект, то, соответственно, переходите в папку Library. Сегодня мы будем работать как раз с библиотечными объектами, поэтому мы идем в Library. Библиотека MrX, Apple, и давайте добавим сначала автобус, идем в Vehicles, Buses, и здесь выбираем Cubase 2700 Generic. И куда-нибудь его сюда вот ставим, вообще неважно, где он будет находиться, нам здесь необходима только одна строчка, ресурс, мы ее просто берем, копируем и вставляем в наш текстовый файл вот сюда. Естественно, у меня такая строчка уже есть, ее смысл заменять особо я не вижу. Вот так вот это будет все выглядеть. После этого мы можем приступить уже непосредственно к рисованию самого маршрута. Наш автобус мы можем сейчас удалить, он нам больше не понадобится. Для рисования самого маршрута мы используем инструмент Taxi Lines. Просто приближаем к нашим, так скажем, дорожкам для движения спецтехники и начинаем кликая рисовать маршрут. Советую убирать острые углы, то есть делать вот такие вот типа скругления, чтобы техника двигалась более реалистично по самой дороге. И располагайте вот этот маршрут как можно ближе к центру полосы, по которой спецтехника должна двигаться. Опять же, для большей реалистичности. Главное, не замыкайте вот эту траекторию. Ни в коем случае у вас начало и конец маршрута должны иметь разные координаты. Поэтому вот мы уже дорисовали, нажимаем Enter и у нас получается вот такая линия. Теперь нам надо с ней начать работать. Чтобы это сделать, предварительно блокируем все остальные объекты, которые находятся в директории с нашим сценарием. После этого мы можем выбрать вот так вот все точки. И у нас появляется такая менюшка. Отсюда нам будут нужны строки Latitude, широта и Longitude, долгота. Просто их по очереди копируем и вставляем вот эти два столбца. Первый столбец отвечает за широту, второй столбец отвечает за долготу. Просто по точкам копируем вот эти вот все значения по очереди. С простыми объектами мы разобрались. Это всякие автобусы, топливозаправщики, тягачи. То есть все то, что состоит из одного объекта. Ну а как же быть с объектами сложными? Допустим, автопоезда с тележками с багажом. Как же их добавлять? Для этого нам потребуется параметр Train. Он отвечает за все сложные объекты и помогает нам сделать из нескольких объектов один. Сначала мы пишем Train и через пробел мы пишем название нашего поезда. Оно может быть абсолютно любое, которое вы хотите. После этого нам необходимо этот поезд создать в симуляторе, чтобы провести с ним несколько манипуляций. Опять же, я буду использовать библиотеку Mr. X. Идем в Baggage Trains. Здесь, я так думаю, выбираем... Сейчас выберем что-нибудь. Вот, допустим, Baggage Tractors. У нас есть Generic. Вот такого Generic мы выберем трактор. И поставим его куда-нибудь сюда. После этого берем Baggage Cuts. И опять же, ищем Generic. Вот Generic. Сделаем небольшой поезд. Что-то он как-то странно. Заспавнился вот так вот. Сделаем мы сегодня небольшой поезд из двух вагонов. Когда вы создаете сам автопоезд, следите за тем, чтобы вот эта вот сцепка была как можно ближе друг к другу. Потому что именно сцепки выступают осью вращения. И делаем мы, как я сказал, обычный простой автопоезд с двумя вагонщиками, чтобы просто показать, как это работает. Итак, вот так вот он у нас выглядит. В принципе, вроде ровно. И теперь нам необходимо узнать расстояние. Для этого сначала убеждаемся, что все у нас сейчас находится в метрической системе. Идем в File, Preferences. И здесь убеждаемся, что Length Units с параметром стоит Meters. После этого нам понадобится средняя кнопка мыши. Мы зажимаем и проводим от начала нашего, собственно, тягачика до первой сцепки. Расстояние здесь у нас 3,2 метра. И это расстояние мы забиваем. Первый параметр, забыл сказать, должен стоять на нуле. И второй, в первом столбце, мы забиваем как раз наше расстояние от начала до первой оси вращения. Точно так же делаем со вторым расстоянием. Также от начала до второй оси вращения. Она у нас вот здесь. Это у нас получается 7,4 метра. Это расстояние мы сюда забиваем. У меня здесь уже все готово. Далее пройдемся по остальным столбцам. Второй столбец также отвечает за параметр Offensive. То есть сдвиг мы его ставим 0. И третий столбец отвечает за параметр Herring. Здесь все зависит от типа объекта, который вы добавляете. То есть здесь мы ставим либо 0, либо 180. Я ставлю 0, так как в моем случае, если поставить 180, объект поедет задом. Мы это, естественно, не хотим. Ну и последний параметр, точно так же, как в первом случае, отвечает за путь к нашему объекту. Его мы опять же узнаем из World Editor. Просто кликаем на нужный нам объект и строка ресурс, мы ее копируем и вот сюда вставляем. После этого мы можем приступить к созданию самого маршрута. Для этого мы пишем Road. Опять же, так же, как и в первом случае, пишем Скорость, Сдвиг и Курс. После этого вводим уже не путь к объекту, а название объекта, так как параметр Train у нас преобразовал три простых объекта из библиотек в один сложный. Мы пишем здесь его название и просто вбиваем точно так же координаты широту и долготу нашего маршрута. Я их просто скопирую, так как наш автопоезд будет двигаться по тому же маршруту, что и автобус. Но, чтобы автопоезд и автобус не стартовали из одной точки, чтобы они не были слившимися, мы берем несколько нижних точек. Я возьму, допустим, три. Их копирую и переношу в начало. И, соответственно, эти три последние точки отсюда удаляю. То есть мы немножко сместили начало маршрута для нашего поезда. После того, как вы это все сделаете, можете нажать на «Сохранить». И можно, в принципе, выйти уже и с World Editor, и с текстового редактора. Мы закончили создание маршрутов для аэропорта Хабаровск-Новый. Сейчас мы зайдем в Explain и посмотрим, как это все работает. Итак, загрузились мы в аэропорту Хабаровск-Новый. И вы можете заметить, что здесь у нас начались свои движения наши добавленные автомобили. Это вот автобус и тягач. В принципе, на этом можно сказать все. Таким образом, вы можете добавлять любые объекты, какие захотите, из библиотек, либо же свои кастомные объекты, анимировать их с помощью плагина Ground Traffic, и они у вас начнут двигаться в аэропорту вот таким вот замечательным образом. Ну, а наше видео тем временем подходит к концу. Если оно вам понравилось, было полезно и интересно, то обязательно поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Увидимся в следующих видео. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok